Клептоман или профессиональный вор. В Челябинске жертвы грабежа самостоятельно задержали и доставили в полицию воришку детских вещей. Позже выяснилось, злоумышленник не в первый раз привлекается за воровство. А когда сыщики пришли с обыском к нему домой, квартира доверху оказалась забита краденными вещами. Вот тот самый мужчина, который по версии родителей школьника украл детский рюкзак с вещами и важными документами. Житель залез и ведет себя спокойно и вину свою не отрицает. Вот это вот принадлежит вам одежда? Вот вы сейчас дали одежду, она принадлежит вам? Подержите вот так вот ее. Не принадлежит? Покажите ее, как она выглядит. Вот, это же не ваша одежда? А чья это одежда? Скажите, пожалуйста. А все произошло во дворце спорта «Динамо». На кадрах видно, посторонний мужчина выходит с рюкзаком из здания, а затем скрывается. По словам мамы ребенка, школьник остался в одном кимоно зимой. Родительница уверяет, в рюкзаке находились важные документы, которые делают только в Японии. А без них юный каратист не сможет принимать участие в соревнованиях. Вот здесь вот документы были, да? Были документы в этой папке, все полностью. Папка пустая? Документов нет. После родителей челябинский активист вызвали полицию, но по их словам, стражи порядка якобы отказались приезжать, а потом и вовсе положили трубку. Тогда им самим пришлось везти предполагаемого преступника в отдел полиции. Товарищи родители, встретимся в центральном РОД, я его доставлю туда. Вы садитесь на свою машину, за мной езжайте. Позже выяснилось, задержанный мужчина якобы не раз попадался на краже. Вот эти кадры сделаны были очевидцами. Они уверяют, якобы летом он воровал за лесе велосипеды и детские коляски, а потом все скидывал в яму. Известно, следователи уже провели опыск в квартире подозреваемого и возбудили уголовное дело по факту кражи. Теперь, по всей видимости, мужчина пойдет под суд.